Рулетка на свея Рулетка на свея Если вы заберете себе машину на восьмом прокруте Ну то есть заплатите за последний прокрут две с половиной тысячи То вы суммарно заберете машину за восемь двести пять Плюс еще какие-то дополнительные плюшки Короче говоря, такой себе нормальный толковый набор за восемь с копейками тысяч За восьмерку с учетом того, что еще параллельно что-то получите То в принципе довольно неплохо Если крутнете девятый раз И я имею ввиду, что за первых восемь прокрутов машина вам не упадет То вам тогда машина обойдется в одиннадцать двести Ну и дальше уже на увеличение Понятное дело, что два последних прокрута в крайне выгодные Особенно в крайне выгодный десятый прокрут И здесь уже скорее всего все сделано так, чтобы сработала у вас жадность И если вдруг на десятом прокруте вы машину не забрали То вы понимаете, что каких-то две с половиной тысячи золота отделяют вас от главной награды в этой рулетке Крутить или нет, не знаю, ребят, здесь решать вам Я, допустим, не считаю, что восемнадцать семьсот данная машина стоит Но пару крутнуть разочков можно В принципе, позволит себе Глядишь, чего-нибудь там и получите А может какой-нибудь деслаган вам упадет Хотя здесь шанс не такой уж и большой Камо, не знаю, честно говоря Если бы мне выпала данная машина без камо, я бы не расстроился Ну, откровенно, не настолько он прям крутой этот камуфляж, чтобы за ним гоняться Ладненько Что касается ценников, обсудили Шансы посмотрели Давайте пару раз крутнем, а там дальше видно будет Ну что, крутим первый раз Я больше чем уверен, что мне в принципе ничего не выпадет Я в этом отношении абсолютно не фартовый чувак Мне вообще никогда ничего нормально нигде не выпадает Класс! Просто супер анимированный аватар Спасибо вам большое А давайте посмотрим ради интереса Что там с шансами у нас произошло На машиншу, господи, заговариваюсь На машину шансы вообще не поменялись И на камо, кстати, тоже Как так получается? Ну ладно, окей, может я что-то не доглядел Давайте еще раз крутнем Посмотрим, что у нас получится Бытует мнение, что вроде бы рулетку можно Останавливать в тот момент, когда тебе надо Но, ребят, это не есть правда Вы просто нажимая на мимо рулетки на экран Вы просто останавливаете саму красоту Про круто Ну что, упадет что-то годное 600 тысяч Ну не знаю, ребят, я эти 600 тысяч в принципе могу и так Пофармить, играя на каким-нибудь На каких-нибудь прем-машинах И в целом я не считаю, что серебро Это прям такая большая ценность Ровно как и вот эти 2000 свободки Которые я сейчас получаю Понятное дело, что дальше мне упадет либо серебро Либо что-то из бустеров Навряд ли мне упадет Теслаган И уж точно мне не упадет Торнваген Поэтому дальше крутить рулетку Я лично не вижу абсолютно никакого смысла Мне этих четырех прокрутов достаточно Что мы за эти четыре прокрута потратили? Мы потратили больше, чем 1000 золота А что мы получили? Ну, честно говоря, практически ничего Но опять-таки напомню по поводу того, что я абсолютно не фартовый чувак И мне вообще не выпадает ничего Ни из контейнеров, ни из рулеток Для того, чтобы забрать крушителя В отличие от многих других игроков Я крутил рулетку до последнего прокрута Ладно, что касается рулеточкой Вроде бы мы с вами определились И свое мнение я высказал Теперь, что касается Торнвагена То хочется отметить следующее Машина потенциально довольно прикольная Если не играть бортом У нее есть броня Вот она есть в лобовой части башни И здесь пробивать вообще некуда Что касается угла склонения орудия вниз То он присутствует Это очень удобно Но, понятное дело, что как только вы поворачиваетесь То, понятное дело Вас здесь будут разбирать прям совсем страшно Страшно Ну, такая себе сплющенная лепеха По-другому я внешний вид данной машины назвать не могу И мне, честно говоря, интересно А как там вот все происходит Теоретически по задумке танкистов Действо Кто где сидит Командир здесь сидит И в него сразу гильза отлетает Или как там это все дело происходит Ну, ладно Бог с ним Не будем вдаваться в мелкие подробности Что касается сравнения с другими машинами на уровне По ДПМу проседает и очень существенно По Альфе очень приятно Но время перезарядки 12 секунд с досылателем Это очень много Что касается пробития 227 Базовое значение Очень приятное Вполне себе комфортное Я, честно говоря, не думаю Что есть какие-то сложности В отношении того, чтобы кого-то проковырять Что касается других показателей Сбалансировано все так Что было ни вашим, ни нашим Та же самая скорость Не больше, чем у кого-то Но и не существенно меньше, чем у некоторых Что касается процента по победам То он типа очень крутой В 56% Но я его таким не считаю Потому что машину катали за последнее время Всего 100 игроков И вот конкретно на данный показатель Смотреть смысла абсолютно никакого нет Потому что если вы посмотрите на машину Имеющую 2000 игроков Играющих То здесь 54,7 Практически 55% Короче говоря, ребят Я больше чем уверен Что когда Бафорса заберет себе Большое количество игроков То данная стата Существенно просядет вниз Ладненько Все что можно было обсудить по Бафорсу Обсудили Перепрыгиваем с вами на пресс-аккаунт И выкатим машину из ангара Итак, друзья мои Пресс-аккаунт И Торнваген Давайте быстренько заценим его орудием Стоя в ангаре А все остальное будем заценивать Непосредственно в бою Время сведения очень уныло И крайне неприятное И отыгрывается очень сложно Разброс Я бы сказал божеский и приемлемый Что касается ДПМ А то он меня очень сильно удивляет Потому что это не барабан На восьмом уровне В районе двух тысяч Имеют барабанные танки И там ты понимаешь За что ты расплачиваешься Низким ДПМом За возможность Добирать кого-то С барабана И нескольких соперников Ну короче говоря Там в принципе Картина плюс-минус ясна А в отношении данной машины С цикличным орудием Я не совсем понимаю Даже с учетом Четырехсот единиц альфы Я не понимаю Зачем здесь время перезарядки В целых двенадцать С копейками секунд Да Классное пробитие В двести двадцать семь И очень бодрый угол Склонения орудия Вниз минус десять Позволяющий Бодренько Простите Отыгрывать от башни Стоя где-нибудь За холмиками Пряча свой Картонный нижний бронелист И пользуясь Шикарной приведенкой Верхних бронелистов Вот такая вот машина По ТТХ Поехали в бой Параллельно Хотелось бы Обозначить следующее Когда я Прокручивал рулетку На пятнадцать с половиной тысяч Золота Крутил до последнего прокрута Для того чтобы забрать крушителя Многие крутили пальцем у виска Но многие понимали Зачем я это делаю Зачем прокручивать рулетку На восемнадцать Семьсот Для того чтобы забрать Торнвагена Я не понимаю Серьезно Если машина не выпадет вам В первых там Я не знаю Пяти максимум Шести прокрутах Ребят бросайте это дело И не крутите дальше Это не имеет абсолютно Никакого смысла Лучше За эту голду Просто зайдите в магазин И купите машину Которая там стоит На продаже Но это по крайней мере Мое субъективное мнение И возможно Кто-то со мной не согласен Пишите обязательно Об этом в комментариях Но я говорил Всегда Что буду всегда честен И буду пытаться Быть максимально объективен Машина В принципе Я бы не сказал Что она там Плохая Но и она не настолько Уникальная И не настолько классная Для того чтобы за нее Отдавать Восемнадцать семьсот Так Возвращаемся к углу Склонения Очень бодро Очень классно Если полностью свелся То пушка Точная Вопросов нет Ты можешь отыгрывать От башни Вот так вот стоя Никто меня не расковыряет Однозначно Да и в принципе Побоятся это делать Потому что Понимают что Пробить они меня не смогут В то же время И вы должны помнить По поводу того что Любая Косяковая оплошность С вашей стороны В виде поворота башни В сторону Это сразу Для вас Пробитие Потому что По бортам Башня пробивается Вообще на ура Там нет брони Вообще никакой И там абсолютно Прямая плоскость Которую даже Выцеливать не надо Ну вот пожалуйста Сейчас прилетела Как раз в бортину башни Стал неровно И до свидания Так ну что Попытаемся опять Как то прямо Поиграть А вот в такой проекции Будет непробитие По альфе Да Вопросов нет Но Все же Одной альфой Сыт Не будешь Блин Пока сведешься Реально Все куда то Разъезжаются Все куда то Убегают Так грустно От этого Порой Становится Так ну что Давайте попытаемся Встретить ВК Противник Ну что ж Их осталось Трое Я думаю Что в целом Мы имеем Все шансы На победу Я сомневаюсь Что здесь Поражением Может что либо Закончится Сейчас попытаемся Вот этого брата Выцелить Но опять таки Бабка Надвое гадала Все таки Без полного Сведения Пушка не отличается Какой то мега Точностью Ну теперь можно В принципе Ехать прям На всех парах Сжать Давить И даже если Ничего с этого Не выйдет То ничего страшного Все равно победа Все равно Два А возможно Даже и три фрага Веселый ли геймплей Нет Я бы не сказал Что веселый По броне спереди Машина просто идеальная Просто шикарная Ну а если вдруг Не дай бог Заходят где то с бортов То будьте готовы К тому что вас Очень быстро будут Разгрызать А тычки в ответ Вы будете давать С периодизацией В целых 12 секунд Жесткие По 400 альфы Но все таки Не такие частые Как хотелось бы 2435 единиц урона Три сделанных фрага И средниковое Средниковое ощущение В отношении Фановости Данной машины Как я сказал Если бы его продавали В составе Плюс-минус годного набора Тысяч за 8 Восемь с половиной Я бы безусловно Задумался над тем Чтобы его купить Ну просто потому что Это объективный Нормальный ценник Крутить рулеточку Здесь уже Ребят Определяйтесь Самостоятельно Я не буду Никого агитировать И говорить Что это стоит Делать Прям До не могу По крайней мере Это не та Редкая и супер Крутая тачка Ради которого Стоит Прям вот Совсем Уходить В нули По своей Золотой копилке Я побежал Снимать для вас Следующее Абсолютно честное Видео По поводу Танков И событий В игре А вы подписывайтесь На канал Если вы за честность Жмите на колокольчик Жду вас всех У себя На канале В новых Видео Мира вам Друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока